Всем привет, с вами Дабгай, и сегодня я хочу поговорить про такую прекрасную студию, как Paradox Interactive. Сейчас происходят какие-то очень интересные движения с их стороны, которые я не мог бы пропустить мимо себя, и о которых мне бы очень хотелось поговорить, потому что это просто невиданная жадность, наглость и желание прогреть каждого, кто хочет играть в игры. Кстати, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же переходим к сути. Итак, последний DLC примерно во всех играх, но давайте мы будем рассмотреть Хойку. Выпускаются ужасными, имеют плохие рейтинги, имеют непонятные стоимости и очень-очень плохое непонятное качество. Начиналось это все, в принципе, я бы сказал, с самого начала, практически все DLC у них выходили, с очень такими отзывами, потому что они пустые. Но сейчас это стало еще хуже. То есть, как вы можете видеть, последние DLC 33% позитивных отзывов всего лишь. И не просто так, оно действительно отвратительно и стоит нормальную стоимость. Давайте посмотрим, она стоит 829 рублей. А теперь давайте посмотрим на стоимость самой Хойки. Вообще, стоимость самой Хойки это очень интересная вещь. В общем-то, именно увидев ее, я просто, ну, охуел. Да, вы не ошиблись, Хойка теперь базовая стоит 2769 рублей. Сколько? 2769 рублей. Да ты шо охуел, блядь, сука? Когда раньше она стоила всего 700 и на скидках она стоила 174 рубля. Да, я бы согласился, что 174 рубля это, ну, немного дешевато для Хойки. Все-таки здесь есть какой-то контент, и сама базовая игра чего-то достоит, потому что на нее лепятся моды. Но вот это, это просто пиздец. В чем Продокса обосновали свои повышения цен? Вот это повышение цен было, так сказать, общим. Много игр сейчас в стиме повышали цены. Фактически слишком дешевые какие-то цены они поднимали до какого-то более-менее среднего значения. Так что да, вот этот кал, стоящий 830 рублей, стоит дороже, чем базовая Хойка раньше. А вот здесь уже прошли очень интересные события. А именно вот какие. Всем раздали бесплатно 3 DLC. Вот эти вот, Waking the Tiger, Death of Dishonored и Together for Victory. Почему они так сделали? Ну, вот здесь вот они рассказывают, что, блин, все тут покупают Star Tradition, это типа нормальный выбор. И поэтому мы решили, что это должно быть типа базовой игрой. И вообще мы вот там здоровенные скидки сделаем, вы можете все там дешево покупать. Невиданная щедрость, верно? Вообще это невиданная жадность, потому что они вместе с этим подняли цену игры. Причем они считают, что они молодцы, потому что цена игры теперь в сумме меньше, чем если бы вы по отдельности покупали DLC. То есть пришел ты на рынок за арбузом, а за вчера арбуз стоил рубль, вчера два. Ну, в целом дороговато, но допустим, можно поднять, цены поднялись, а сегодня тебе его подают за пять. Но зато тебе в комплект к ним дают кучу корок от трех арбузов аж. Если выкупать эти корки по отдельности, выйдет намного дороже. Вы вообще-то экономите. Мы сделали для вас прекрасное предложение. Все равно вы будете эти корки от арбузов покупать. Поэтому давай бери и арбуз, и все корки по вот такой вот цене. Просто арбуз мы уже не продаем. На фоне этого, парадокс еще сделали, собственно говоря, конечно же, распродажу. Перегра по 80% скидки стоит 553 рубля. Раньше она, да, напомню, стоила 174 по 75% скидки. Ну и, конечно, все еще дороже, чем вот это. Если заметьте, здесь скидки были по 70, а там по 75. Чувствуете, да? Жадность начинает душить. И хоть здесь скидки и больше, все равно видите, да, жадность душит. Они примерно пытаются сохранить один тот же уровень цен. Который, конечно же, повышается, причем уверенно. И что же вы на самом деле получаете в этих DLC? Бесполезные фокусы, бесполезные фокусы и бесполезные фокусы. Потому что это практически все контентные DLC. А любые DLC у них с контентом это говно. Помните те же вот эти фокусы на Южную Америку, последние, которые выходили. На них просто стыдно смотреть. Потому что правда в том, что контент в ванильной хойке, контент в ванильных DLC, просто не интересен, сделан абсолютно отвратительно. И просто является способом поддержания доходов Paradox Interactive. 90% геймплея у вас все равно будет происходить в модах. Потому что ванила очень скучная, однообразная и очень, я бы сказал, прямолинейно простая. Если бы у хойки не было такой огромной базы модов, то в игре онлайн мп вымер очень-очень быстро. Paradox, понимая это, понимая, что их DLC также периодически пиратят, понимая, что их DLC никому на самом деле конкретно не интересны, принимают достаточно простое решение. Давайте просто поднимем стоимость игры побольше. Базовая игра пускай стоит дофига. Вообще сразу же, чтобы сгладить, как-то это поднять, сделаем скидку, чтобы это было меньше заметно. Ну а потом гои что? Ну, прогреются, будут покупать по 2800. Найдутся же. Конечно, найдутся. Ну и еще вишенка на торте. Давайте расскажу вам про то, как они рассказывали про вот эту свою последнюю DLC находки, которая, наверное, самая плохая получилась из всех, что у них было. Они тут рассказывают, какое прекрасное у них DLC, багов практически нету, работали они хорошо. Блин, ну да, если бы они изменили одну иконку в игре, в обновлении, и она бы работала. Да, багам негде появиться. Спасибо, что вы не сломали все подряд своими ничтожными изменениями. И, о, ужас, они не задумывались о том, что цены, оказывается, большие, и людям не нравятся. И другие дополнения, другой выпущенный ранее контент за те же деньги, оказывается, что-то имеет внутри. Невероятно. Гои не хотят прогреваться, какой ужас, блядь. И мы удивляем больше внимания последовательности ценникам, чем они. Пиздец, мы смотрим, когда мы что-то покупаем на цену. Хотели что-то другое. О, еще оказывается, никому в мире не нужно было DLC на Южную Америку. Ну и, конечно же, они молодцы. Крайне гордятся своей командой. Сделали DLC шикарное. Это люди не понимают, но цены почему-то жалуются. Платите, покупайте DLC, давайте нам деньги. В общем, что я мог бы сказать в заключение. Я немного охуел с парадоксов, но действительно немного, потому что они уже сейчас во всех играх начинают делать просто какие-то невнятные DLC и на них клепать деньги просто-напросто. Что в Виктории 3, что в Круседр Кингсах, что в Стелларисе. Наверное, всех игр только в Европе. Они как-то что-то стараются. Там видно, что они хотят что-то поменять. И им интересно именно в игре делать изменения, а не в своем кармане. На этом, пожалуй, все. Я вам крайне не рекомендую покупать DLC. Если же вы хотите купить лицензионную игру для комфортной игры, то делать это только по скидкам. Пожалуйста, в жизни не отдавайте столько денег парадоксам просто так. В этой игре хороши практически только моды. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Это точно не про игре в Гоев. И с вами был Допгай. До скорых встреч. Всем пока.